Не только те, кто повинен в смерти солдата, но и все, кто бездействовал, будут наказаны. Сегодня глава Минобороны Беларуси прокомментировал гибель в печах рядового Александра Коржича. Как подчеркнул Андрей Равков, позиция министерства остается неизменной, неотвратимость наказания. В ходе проведения служебного расследования в 72-м объединенном учебном центре ведомство выявило нарушение исполнения должностных обязанностей. Равков подчеркнул, что сейчас самое главное восстановить всю полноту картины произошедшего. Уже возбуждены уголовные дела в отношении семи сержантов. Они подозреваются в превышении служебных полномочий и двух офицеров. Ряд должностных лиц, связанных с воспитанием личного состава и медицинским обслуживанием, остранен от исполнения служебных обязанностей и уволен из армии. Напомним, расследование гибели солдата на жестком контроле у президента Беларуси. Министр обороны выразил глубокие соболезнования родственникам погибшего, пообещал наказать виновных. Я выражаю глубокое соболезнование родителям погибшего Александра Кружевича. Я душой, сердцем, умом понимаю, что все те мечты, связанные с сыном, все те планы, которые намечались, все те цели и задачи, которые ставились и в решении, и в достижении, вот они не достигнуты, и сына нет. Следствие рассматривает три версии. Поэтому надо дать правой ацент всему тому, что произошло, что за этим стоит, кто за этим стоит, для того, чтобы принять в том числе и уголовное решение в отношении виновных должностей. Это заявление Андрей Равков сделал сегодня во время министерского семинара с руководителями республиканских СМИ. Топ-менеджеры МассМедиа ознакомились с возможностями полигона Лепельский и посетили одну из воинских частей в Витебской области. Пользуясь случаем, министр обратился ко всем родителям, чьи сыновья служат или будут служить вооруженных сил. Когда вы приезжаете на присягу, когда с вами проводятся беседы ознакомительные с командирами воинских частей, внимательно послушайте их, внимательно. Они вам худого не скажут. Они вам скажут то, что надо вам делать в отношении своих сыновей, для того, чтобы их служба была без проблем. И вот эта взаимосвязь командования воинской части с родителями должна быть постоянной. Если вас что-то волнует, вы подозреваете что-то, обратитесь. Командир обязан принять решение. Если он не будет принимать решение, его не будет на этой должности. Это я гарантирую.